В начале нынешнего лета это была обычная типовая панельная пятиэтажка, как сотни тысяч других, построенных во второй половине прошлого века. Но доделать ремонт мешала газовая труба, идущая вдоль всего здания. По программе капитального ремонта в доме планировалась замена и всех газовых коммуникаций. За эти работы отвечала подрядная организация МОЗ «Облгаза». Пока данные работы не будут закончены, специалисты, управляющие компанией, производящие отделку здания, не смогут продолжить работу. В настоящее время на доме ведутся, наконец-таки ведутся работы по выносу газа, которые жители ждали несколько месяцев. Наконец-таки проект прошел экспертизу. Сейчас они вынесли трубу за пределы нашего фасада, который мы приостановили в связи с тем, что производится работа по выносу газа. Сейчас по периметру здания проложена новая труба, которую красят рабочие, но это только начало. Специфика работы заключается в том, что новые трубы кладутся параллельно старым. То есть газ в квартирах не отключается. И только после того, как они будут опрессованы, проверены и приняты специальной комиссией, газ по ним отправится к жильцам. Поговорить с руководителем работ нашей съемочной группе не удалось. А вот один из рабочих сказал, что скоро несколько бригад перекинут с другого участка и начнется монтаж труб внутри квартир. Причем все внутренние работы планируется закончить в течение всего двух дней. Сколько у вас людей работает? Сейчас трое. А потом сколько нагонят? Ну, пять бригад будет. Пять на три, пятнадцать человек. То есть пятнадцать человек за два дня все это исправят? Да, да. Но при условии доступа к квартиру, правильно? У нас там мебельчики будут снимать все. Шкафы там. Таким образом, только два дня жильцам придется терпеть неудобства и готовить еду на электрических плитках. А вскоре и сам дом приобретет свой окончательный вид. В течение двух недель они обещают работу свою завершить при условии доступа в квартиры. После выполнения их работ, когда у них примет технодзор, работая, они подключены постоянным схемам, будет демонтирована старая труба. И мы в течение двух недель завершим работу по восстановлению фасада. Технология навесного фасада предполагает, что работы могут вестись при любой погоде. А значит, к началу календарной зимы ремонт в доме будет завершен. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.